Теперь жители Самары могут не только дать свои вещи на благотворительность, но и взамен обновить свой гардероб. Обменный пункт открылся на управленческом переулке. К обмену принимаются новые вещи с бирками, либо аккуратно использованные, без оставшихся следов носки. За вещи горожане будут получать баллы, которые могут потратить на вещи, которые принесли другие. Это не только одежда, но и аксессуары, предметы быта и игрушки. Была проблема у нас в проекте, когда нам люди, которые дают вещи благотворительность, говорят, вы знаете, а мы тоже хотим меняться хорошими вещами. И вот для этого, таких запросов было настолько много, что мы решили, что да, это уже проект, потому что люди требуют. Комиссионок нету, хорошие вещи покупают с бирками, да, с интернет-магазинов. Они приходят не совсем то, что людям нравится, либо такие импульсивные покупки делают, и потом у них эти вещи лежат, и, конечно, они думают, куда их сдать. Их можно теперь обменять. Обменный пункт проекта «Благодарю» открылся в новом помещении Самарской региональной общественной организации содействия благоустройства области и благосостояния жителей «Свежий ветер». Подобрать это помещение волонтерам помогли городские власти. Чтобы познакомиться с работой пункта, в центр приехала глава Самары Елена Лапушкина. Ей провели небольшую экскурсию по зданию, в котором еще продолжается ремонт. Главе показали, где будут располагаться швейные мастерские, в которых будут восстанавливать одежду на благотворительность, сортировочный цех и пункты сбора и обмена одеждой. Также волонтеры хотят оборудовать небольшой актовый зал, чтобы проводить встречи и благотворительные концерты. Они не стоят на месте, они развивают у них каждый раз новые идеи. И здесь это направлено на работу жителей, на помощь нашим жителям. Это помощь и погорельцам, и малообеспеченным. Сейчас вот они приступают к помощи нашим бойцам, которые служат, уже будут шить по их заказу. Начинается балакла. Открытие нового центра позволит благотворительной организации успешно продолжать свою работу по обеспечению нуждающихся одеждой, создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья и налаживать сотрудничество с детскими домами, приютами и другими благотворительными проектами. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.